На связи депутаты. Но сегодня, ввиду понятных причин, вместо приемов граждан, прямые телефонные линии. За несколько часов работы депутата Палаты представителей Национального собрания Беларуси Евгения Зайцева поступило несколько обращений. В Брестском пограничном избирательном округе номер 4 более 61 тысячи человек. В основном это жители юго-западной части города и Брестского района, сельской местности. А потому характер обращений достаточно широкий. Связаны и с удаленностью от районного, скажем так, областного центра. И вопросы, связанные с трудовой деятельностью, с экономикой организации сельскохозяйственных предприятий. Более такое, может быть, социальные вопросы. Конечно же, вопросы и трудоустройства, и обучения. Поэтому округ наиболее интересный, мне кажется, все-таки всех наших корней, они там, в сельской местности, там, где наша малая родина. И, конечно же, сегодня в этих условиях, сложнейших условиях экономики, хотелось бы поддержать тех, кто сегодня создает нам благо. Тех, кто трудится на земле, тех, кто трудится в сельском хозяйстве. Словом, ни одна из проблем не останется без внимания. Ведь благодаря личным приемам и даже просто разговорам решаются наболевшие житейские проблемы, а также совершенствуется белорусское законодательство. К слову, сегодня в Палате представителей рассматривается более 50 законопроектов. Приоритетными для Евгения Зайцева являются два из них. 2 апреля при открытии сессии докладывал проект закона об изменении Уголовного кодекса Республики Беларусь. В 2019 году Конституционным судом было внесено представление о несоответствии норм законодательства и ущемлении прав наших граждан. Советом министров был разработан законопроект, и вот в первом чтении он принят. Я считаю, что это важный, скажем так, момент для соблюдения конституционных прав наших граждан, когда принимаются решения по вновь открытым обстоятельствам в уголовных делах, и когда прокурор имел право или открыть данное уголовное дело, производство, или своим решением закрыть это решение, раньше гражданин мог это решение обжаловать только вышестоящему прокурору, и прокуратура принимала в этом решение. Сегодня данный законодательный акт дает права гражданам обратиться в суд на неправомерное решение, или, может быть, на решение, которое гражданин хочет оспорить, решение прокурора. Этот закон принят в первом чтении. Сейчас на рассмотрении находится законопроект по личным персональным данным. Это законопроект, который будет рассматривать отношение граждан к вопросам использования их личных данных. Депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Евгений Зайцев подчеркивает, что любой закон и законопроект должен нести социальную, экономическую и политическую пользу как для государства, так и для его жителей. Проще говоря, законы должны идти от жизни и неукоснительно исполняться всеми. Процесс законотворчества, он довольно такой многообразный, творческий и очень трудоемкий. И сегодня, чтобы принять закон, необходимо всесторонне детально анализировать его все аспекты, необходимость принятия этого закона, обстоятельства, какие будут последствия он нести, этот закон, что он принесет положительно в наше общество, и, конечно же, чтобы потом не стыдно было смотреть своим избирателям в глаза за те законодательные акты, которые сегодня принимаются в нашем государстве.